Здравствуйте, дорогие коллеги и все, кто пришел сегодня к нам. Скажите, пожалуйста, как со звуком? Слышно ли меня, видно ли? Я очень надеюсь, что все хорошо. Сегодня в Сочи солнечная, шикарная погода, бархатный сезон продолжается, и библиотечные будни также наполнены событиями, наполнены огромным количеством планов, проектов, прожектов. Но любому общению с коллегами мы всегда очень рады, и очень ценные ваши комментарии и общение в чате, потому что маленькая библиотека в большом городе, в современном городе, очень динамично развивающемся, это, я думаю, очень актуальный вопрос для всей России. И не только в городе, и в других населенных пунктах тоже. Допустим, скажем, некоторое ощущение мы испытываем, обсуждаем с сотрудниками, что существует большой разрыв между замечательными библиотеками, о которых мы читаем в социальных сетях. Мы восхищаемся, мы завидуем. Замечательные модельные библиотеки, которые открываются, оснащаются новой мебелью, техникой. Более того, скажу, наша библиотека испытывает такую позитивную, легкую, хорошую, профессиональную зависть, потому что представители библиотечного сообщества страны, будучи на отдыхе в Сочи и привлеченные архитектурным, скажем, архитектурным обликом нашего маленького замка на берегу, они обязательно приходят, они нам рассказывают. Недавно мы принимали у себя в гостях целую команду питерской маяковки, которые нам показывали чудесные фотографии о том, что у них там происходит, как бурлит жизнь. Благодаря журналу «Современная библиотека» его онлайн-версии, ну, печатная версия журнала есть у нас в методическом кабинете ЦБС в Сочи, а онлайн-версию мы с сотрудниками обязательно просматриваем. И благодаря этому журналу мы видим, что происходит. Совершенно затаив дыхание, смотрели и читали об открытии новой библиотеки в Благовещенске. Все это здорово, все это замечательно. Но мы знаем, что существует тысячи таких библиотек, как наша, которая по различным причинам, весомым, объективным, пока не может стать модельной. Библиотеки с бумажным документооборотом, библиотеки с небольшими пространствами, в которых выделить зоны каворкинга, это надо еще умудриться. Таких библиотек тысяч. И я сразу вспоминаю в связи с сравнениями такими этого библиотечного сообщества, в которое вливаются средства и которые имеют возможности технические, кадровые, любые другие для интегрирования в современную среду библиотечную, культурную. Вот. И существует между ними огромный разрыв, и я вспоминаю строки Межерова. Это почти неподвижность и мука. Мчатся куда-то со скоростью звука, зная прекрасно, что есть уже где-то некто, летящий со скоростью света. Так вот мы, те, которые движутся в современном пространстве еще со скоростью звука. Вот о них я хочу сегодня разговаривать. Хочу сразу оговориться, что то, о чем я буду говорить, это опыт, наработанный нашим коллективом в конкретно взятой маленькой библиотеке. Да, совершенно верно. Мы библиотека номер один, централизованной библиотечной системы города Сочи, центрального и хостинского района. Система содержит 17 библиотек. Есть большая центральная городская, есть большая центральная детская, юношеская. Ну, есть еще 17 библиотек в городе Сочи. К чести города сеть библиотечная сохранена и активно действует. Но проблем у маленьких библиотек, их очень много. И они не только, скажем, материальные, технические, они еще и смысловые, они еще и позиционные. И я хочу сейчас спросить у уважаемого сообщества. Вы как считаете, вот этот конфликт, существует ли он? Или только мы его чувствуем? То есть современная библиотека, что это такое за учреждение? Ну, вот по нашему мнению, по результатам общения с коллегами, существует некая такая латентная, скрытая такая проблема, такой небольшой конфликт, небольшое противостояние между замечательными профессионалами библиотечной сферы библиотекарями, те, которые помнят полные залы, очереди на книги, вот они помнят это все, и вот это позиционирование библиотеки на достаточно высоком культурном уровне в городе. И между теми сотрудниками библиотек, которые сейчас работают, которые стали свидетелями некого переформатирования библиотечной деятельности, когда библиотечные функции поменялись местами, когда информационная роль библиотеки в социально-культурном пространстве, она опустилась на нижнее место, ниже гораздо. И на первое место выходят другие функции, просветительские, культурно-досуговые в том числе. И вот это противостоять, ну как бы некое такое протест внутренний, профессиональный, против наполнения библиотечной деятельности вот такими досуговыми формами. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, этот конфликт, он существует? Или он, ну скажем, уже изжит? Как вы считаете? Ответьте, пожалуйста, в чате. И я буду знать тогда, в каком направлении нам с вами беседовать дальше. Тем более, что о формах и методах деятельности современной библиотеки, естественно, это основная часть нашего общения. Да, я вижу, да, я вижу, значит, подтверждение правильности нашего ощущения. Поэтому я думаю, что правильная абсолютно постановка темы, современная библиотека, что это все-таки досуговое или культурно-просветительское учреждение. Я пролистаю презентацию, потому что я уже представилась. Я заведую библиотекой 8 лет. Передо мной стояла задача вернуть библиотеке имени Пушкина, 110-летней в следующем году библиотеке, вернуть имидж первого культурно-просветительского учреждения Черноморского побережья Южного любыми доступными формами и методами. Библиотека наша очень маленькая, в ней всего два отдела, читальный зал, абонемент. У нас нет отдела детской книги, мы работаем со взрослыми. Вот. Ну вот сейчас мы с вами разговаривали как раз об актуальности вот этой заявленной темы. Что такое библиотека в нынешнем культурном, социальном пространстве, городском, поселковом. Но наша библиотека с традиционной исторической миссией, наша задача внутренняя, это, ну скажем, она еще более остро стоит, потому что все мы знаем с вами, как динамично развивается город Сочи. И у городского сообщества, у администрации города множество первоочередных задач глобальных, которые требуют ежеминутного, сиюминутного реагирования. Ну вы все видели, значит, подробности нашего, наших климатических, скажем, особенностей, да, видели по телевидению. Библиотека нашей имени Пушкина пользуется любовью и поддержкой управления культурой, администрации города у нас относительно комфортно, чисто, культурно. Но, скажем, как выстроить свою деятельность вот в этом контексте? Как выстроить свою деятельность? Какие избрать формы и методы, имея вот этот кадровый состав? Ведь действительно, ну, я не стану скрывать, это проблема, я думаю, общая для России. Ну, в нашей библиотеке из девяти сотрудников только двое имеют гуманитарное профильное образование. начальное, я имею в виду. Все остальные имеют высшее образование, экономическое, техническое, всякое разное. Слава Богу, советское образование высшее, ну, как бы дает вот ту общеценностную, общекультурную базу. значит, и, ну, историю мы все изучали, литературу мы все хорошо знаем, поэтому это дает базу сотрудникам для работы в библиотеке. Переобучение по курсу библиотечная деятельность прошли все, но сравнительно небольшая заработная плата, конечно, диктует возрастной состав в библиотеке и работает очень трудно. И те стереотипы, которые вот давлеют над еще обществом и сообществом, что библиотекарь это нечто такое, это персона, которая требует уважения, несомненно, требует уважения, вот, но вот раскрыть двери традиционной библиотеки и впустить в нее сегодняшний день с его проблемами, с его странным, порой непонятным языком, с общим фоном социального, культурного поведения граждан вот это бывает очень непросто. Я расскажу сегодня, как мы преодолеваем вот этот барьер и вот этот порог. Преодолеваем. Я думаю, успешно, потому что это доказывает огромный иконостас всяких благодарностей и почетных грамот на стенах нашей библиотеки. это доказывает всеобщая любовь горожан к нашей библиотеке. К великому сожалению, мы сейчас испытываем большой печаль по поводу того, что все выстроенные формы работы офлайн, все налаженные контакты, связи, многолетние, творческие, тесные, вся дружба творческая, литературные, поэтические. Рвется все, потому что вот уже полтора года мы находимся в режиме ограниченной деятельности. То есть у нас работает абонемент с соблюдением всех противоковидных мер, дистанции, санитарных, использование санитарных средств, масок, ограничительного экрана, абонемент работает, а читальный зал перешел в работу онлайн, это очень, очень тяжело. Но тем не менее, нам удалось, я считаю, нам удалось выстроить работу в сегодняшних условиях, и я поделюсь с вами, как мы это делаем. Я отвечаю на вопрос, хотели бы видеть больше фотографий помещений библиотеки. Вы знаете, дорогие друзья, в презентации есть адреса наших страничек в социальных сетях. Очень скоро мы выложим туда экскурсию по библиотеке в определенной программе, где вы все увидите. Но сегодня у нас тема-то другая. более того, я вам скажу, библиотека, которая своей архитектурной особенностью привлекает внимание, она имеет еще больше проблем, чем библиотека, находящаяся, например, в крыле панельного жилого дома, либо отдельно стоящее такое здание советской постройки. Потому что люди, привлеченные архитектурной необычностью, входят в библиотеку и хотят видеть, хотят, они надеются, что внутренний интерьер библиотеки соответствует внешнему. А это не совсем так. Это не совсем так, но мы содержанием нашей библиотечной деятельности компенсируем этот некоторый гистоназ. Но вот на данный момент проектная деятельность нам в помощь. Мы очень надеемся, что проект, который мы пишем в фонд президентских грантов, поможет нам наполнить, ну, преобразовать внутренние интерьеры библиотеки и привести их в соответствие со внешними. Итак, методы работы с пользователями библиотеки. При помощи каких методов мы достигли этого успеха? Я считаю, несомненного успеха. Это нисколько не, скажем, не хвастовству, нет, я абсолютно реально смотрю на вещи, потому что библиотека действительно является любимым местом проведения досуга у горожан и местом пересечения интеллектуальных, творческих сил города. Нисколько не боюсь говорить об успехе. Какими методами мы работаем? Эти методы я буду говорить в продолжении предыдущей темы. Мы с вами общались, как повысить имидж маленькой библиотеки подручными средствами, без больших материальных вложений. Мы об этом с вами говорили, общались, тема моего предыдущего общения с вами была. То сейчас я хочу рассказать, какими методами мы работаем. мне говорят о том, что время движется, к сожалению, я увлекаюсь. Первый метод привлечения внимания. Нужна ли библиотека реклама? Я думаю, что вы подтвердите, что маленький диссонанс в нашей деятельности в связи с этим он несомненно есть. Есть группа моих коллег, которые говорят о том, что ну здравствуйте, чего это мы значит будем тут рекламировать библиотеку. У нас есть муниципальное задание, мы его выполняем, кому надо, тот сам придет. И ну много еще фраз, которые могут говорить. Я считаю, категорически настаиваю, освещение деятельности библиотеки очень нужно, необходимо просто. И формы работы для привлечения внимания. Вот это в продолжении предыдущей темы. формы работы. Ну, во-первых, выставки, да, яркие, профессионально выполненные, выставки различных форм. Очень удачные у нас выставки инсталляции с использованием различных предметов, с использованием каких-то художественных элементов. эти выставки, они привлекают внимание к книжному фонду. Вот этими своими дополнительными средствами. С некоторых пор свои выставки, вот с тех пор, как мы активно стали заниматься работой в социальных сетях и онлайн работой, мы делаем презентации этих выставок на своих страницах. Более того, у нас мы даже победили во всероссийском конкурсе, уже не помню именно, как он назывался, у нас была театрализованная видеопрезентация выставки. То есть мы в эти, в освещении своей выставки вводим театрализованные тематические моменты. Это была выставка, посвященная победе и тема выставки была «Сочи, город-госпиталь». И мы включали фрагмент лежащего раненого и санитарки, санитарку, которая его бинтует, и звучали стихотворения о санитарках госпитальных. И в это время, значит, мы освещали выставку книжную. Вот такие формы, вот такие форматы. Естественно, вот такая подача, она привлекает внимание. И я вам честно скажу, многие говорили, о, библиотека, ну вы даете, вы артисты, оказывается. Да, соглашаюсь с теми, кто писал в чате, что наша профессия настолько многофункциональна, мы такого широкого профиля специалисты, и психологи, и артисты, и вокалисты, и чтецы, и кто только, и культурологи, и литературоведы, мы все, да. Так вот, вот такие выставки. Затем акции. Очень люблю я эти акции, эту форму работы, работы, да, это такое, скажем, кратковременное напряжение сил творческих и вообще профессиональных сил учреждения, но они очень действенные. Ну, кто бывал в Сочи, тот помнит наши акции книга в чемодан, книга в дорогу, книга в добрые руки, то есть мы таким образом даем книге вторую жизнь, и люди безмерно нам благодарны за эти акции. Ну, и замечательная акция, очень любимая сочинцами, она неэксклюзивна во многих населенных пунктах, она есть, читающий автобус, читающий Сочи, мы ее называем, но после таких акций мы становимся просто всеобщими любимцами в городе. Люди нас узнают, встречают, благодарят, а самое главное, эта акция становится таким стимулом для работы коллектива, потому что она показывает, насколько востребовано в обществе слово красивое, поэтическое, литературное. Люди, вы не представляете, со слезами на глазах проезжают свои остановки, с нами читают стихи, хором, Пушкина, ну, я такого кино давно не видела, вот только во время вот таких акций в автобусе, когда мы рассказываем о деятельности библиотек, дарим книги, и вот такой ответ мы получаем. Пиар-технологии, да, я совершенно согласна, ну, казалось бы, где библиотека классическая, традиционная, и пиар-технологии мы успешно используем. используем. Ну, дорогие коллеги, обернитесь на свои книжные полки, вы там сто процентов найдете книгу пиар для чайников или еще что-то такое подобное, и вы там найдете себя, вы найдете свое место, мы очень активно взаимодействуем со СМИ, с телевидением, с, то есть это, вы знаете, это политика нашей библиотеки, все редакторы местных изданий, они у нас в друзьях, все телевизионные команды обязательно у нас бывают, и мы их встречаем как добрых друзей библиотеки, а это так и есть, понимаете, поэтому пиар-технологии, я не буду конкретно останавливаться, как это делать, у нас с вами в помощь методички вот такие толстые, как выстроить пиар-программу для своего учреждения. Но вот в духе сегодняшнего времени социальные сети мы обязательно делаем анонсы своих больших событий в социальных сетях. Анонсы делаем красивые, делаем видео, делаем в режиме слайд-шоу, делаем фото, картинки, ну и типа не пропустите через неделю вот как пользоваться анонсами в социальных сетях, это тоже известно, используйте коллеги, это тоже привлечение внимания. Следующий, ну вот здесь вот я иллюстрирую, выставка наша ко дню победы, обратите внимание, вот этот пограничный столб, Кубань фронту, битва за Москву, до Берлина осталось, это все сделано руками сотрудника библиотеки, раскрашено нами, напечатано, прибито, то есть это к вопросу о многофункциональности, вот. Вот так мы используем выставки инсталляции, замечательная, нам в помощь краснодарские библиотеки, они очень эффектно это делают, вот. Вот здесь, значит, наши оформление площади у библиотеки, где вы видите вот балясины, арку, это тоже сделано нами, библиотекарями, вот. Элементарно из ДВП и покрашено элементарно водоэмульсионкой, то есть вот как бы полет фантазии не ограничен. Следующий метод, который я считаю очень эффективный, да, ознакомление, погружение в тему, да, ну вот, например, экскурсия, неважно, два человека зашли, один человек зашел, а что, здесь не ресторан? Нет, не ресторан, это библиотека, а вот вы проходите, а вот мы построены 110 лет назад по инициативе Сочинского общества трезвости и далее пошла экскурсия. И вот эти медиаэкскурсии мы тоже часто используем, да, затем, метод ознакомления с деятельностью, погружение в деятельность, это тематические встречи с авторами и представителями различных сообществ. Это я сейчас этим пунктом обращаюсь к той команде замечательных моих коллег, которые за обложкой книги не видят мира, не видят сегодняшнего дня. Да, любим мы все книги, иначе посторонние здесь не работают, согласитесь. Здесь работают люди влюбленные в слово, в книгу, посторонние просто не задерживаются, они приходят месяц-два, увольняются, уходят. Вот, это все понятно с книгой, а вот люди, которые рады каждому входящему, искренне рады. Да, несмотря на свои заботы или, может быть, состояние здоровья, или еще что-то, или сдвинутые брови заведующей библиотеки, мои коллеги вам кивают головами, несмотря на это, мы рады входящему, потому что он носитель информации. Ну, вот зашел автор и говорит, да я хотел вам книгу подарить, да что вы, дорогой, да заходите, мы вашу книгу ждали еще позавчера, да мы очень рады, да присаживайтесь, ну масочку наденьте, ну через полтора метра, но мы общаемся с ним так, мы его действительно ждем, этого автора. И подобная встреча с такими людьми, она выливается в многолетнюю дружбу, я не буду называть географию этой дружбы, это и Ярославль, это и Норильск, это и Рязань, и Ростов, и город Жуков, и вот, а это все благодаря тому, что мы погружаем в нашу деятельность любого вошедшего. Вот. Пресс-релизы событий библиотеки, я об этом уже говорила, да, они, они представляют сотрудников библиотеки, скажем, сообществу, как людей глубоких, как людей знающих. отражение внутренней работы в социальных сетях, это наши проекты деятельности, раскрывающие личность библиотекаря, а я вам скажу, а это хитрый ход. Вот этот стереотип, библиотекарь, это бабушка с толстыми линзами враговой оправи, с дулькой на голове и кутающейся в шаль, с первого дня моей работы в библиотеке, мы преодолеваем этот стереотип. Да, бабушка, ну и что? Ну вот такая бабушка, извините, эти бабушки содержат в порядке площадь, прилегающую библиотеке, более того, эти бабушки приходят на работу, он напротив нас, на минуточку, ночной клуб. Его реклама «Красивые голоногие девочки», значит, в немыслимых позах, и внизу написано «Лучшие девочки здесь». Так вот, каждый раз, приходя на работу, мы рекламу ночного клуба находим у себя на крыльце и каждый раз гордимся. А почему бы и нет? А лучшие бабушки здесь? Да, возрастной коллектив. Ну и что? Вот, поэтому внутреннюю деятельность, считаю, крайне необходимой тоже отражать. Все наши субботники, все наши побелки, покраски, перемещения, то, что мы делаем своими руками, а почему нет? Ну вот у нас есть такой, в этом, ну вот, например, сотрудница очень хорошо фотографирует, взглядный, ну, такой особенный, художественный. Мы изобрели маленький проект, читаю в Сочи, словно книгу. Ну вот ходи и фотографируй, и выкладывай, и листай свой любимый город, словно книгу. И вы знаете, именно эти авторские фотографии очень популярны, набирают большое количество просмотров. Вот. Или, например, вот сейчас отпускной период закончился, и ну, каждый привез с тобой целый фотобанк, кто бы куда ни ездил, кто бы где ни был, кто-то к себе на дачу ездил, что тоже, кстати, интересно окрестности города Сочи, не причёсанный Сочи, не тот, который вы видите на телевизионных картинках. Ну, вот так родился проект «Библиотекарь в отпуске». Мы ещё не приступили к его реализации, но я думаю, это показывает личность библиотекаря, что это человек, не зацепленный на книжной пыли, хотя и она тоже достала, вот, а это человек разносторонний, увлекающийся, человек культурный, вот, я считаю, что это тоже обязательно. Ну, нам в помощь с вами профессиональные различные конкурсы, мы это успешно используем в своей работе, те работы, которые мы выполняем, видео, фото, ещё какие-то, мы выставляем, ну, вот, последнее, наш видеофильм, который в прошлой презентации, кстати, в этой презентации он тоже есть, называется «Повесть о сочинском библиотекаре». Наш фильм занял первое место в краевом конкурсе «Моя Кубань» в номинации видеофильм, вы можете его посмотреть. Вот, то есть вот профессиональные конкурсы, как метод ознакомления с сотрудником библиотеки, с деятельностью библиотеки, он очень хорошо работает. А вот метод вовлечения это самый мой любимый метод. Ведь общеизвестно, ну, мы с вами знаем, сколько процентов запоминается при аудиовосприятии, сколько процентов запоминается при видеовосприятии, но 60 процентов запоминается при непосредственном участии в мероприятии. Поэтому метод вовлечения в события библиотеки в любые. Ну, например, первым я написала волонтеры, у нас шикарная организация, есть волонтеры серебряного возраста, когда у нас возникает необходимость работы с фондом, протирание книг, перемещение, с удовольствием они нам помогают. Они нам помогают, они приходят, и ведь они носители информации, они видят, они видят, что происходит в библиотеке, как что стоит, сколько много внутренней работы. Творческие личности, это поэты, музыканты, художники, их вовлечение в деятельность в библиотеке вообще неоценимо. Благодаря взаимодействию с поэтическим сообществом города наша эксклюзивная форма поэтический балкон живет и здравствует уже очень много лет. Потому что человек творческий, признание своей уникальности ему крайне необходимо, и со своим творчеством он должен куда-то выйти. Далее, общественные организации, которые мы вовлекаем в свою деятельность, это экскурсоводы, это союз архитекторов города Сочи, это народный университет 55+, любые другие общественные организации, которые с нами сотрудничают, мы им очень рады. Далее, профессиональные сообщества, ну, и менеджеры, приходят, а можно у вас снять в аренду читальный зал, а сколько тысяч в час, а нельзя у нас снять в аренду читальный зал, нам запрещены любые виды коммерческой деятельности, но вы приходите, мы будем вам рады. Обычно не побоюсь открыть такую страшную библиотечную тайну, когда они приходят и занимаются, там, семинары свои проводят, еще что-то. Ну, конечно, они потом приходят с подарками в виде печатной бумаги, канцелярских принадлежностей, моющих средств. Почему нет? Мы рады таким подаркам. Соответственно, творческие люди приносят свои книги, дарят целые библиотеки. Почему нет? Конкурсы как метод вовлечения, да, это объявляемые нами конкурсы. Почему нет? Шикарный метод. Объявляйте конкурсы художественного чтения, медленного чтения, там, творческие конкурсы, поэтические, литературные по своим значимым датам, и вы всегда будете иметь в друзьях огромный круг творческих людей. Но не могу обойти административный метод. Скажем так, ну, взаимодействие с законодательной и исполнительной властью. Это метод привлечения внимания, погружения в нашу деятельность, вовлечения в нашу деятельность. Всегда можно найти, всегда можно найти точки соприкосновения. Ну, много лет, я уже говорила, и вы увидите на наших страничках, много лет мы сотрудничаем с депутатским корпусом, мы проводим масленицу, да, казалось бы, где библиотека и где масленица, да, очень прекрасно уживается библиотека и народный праздник. Мы обязательно делаем выставку по народному творчеству, мы, ну, привлекаем различные силы, мы обязательно книжную выставку выносим на площадь по русским традициям, и я вам скажу, что очередь полистать эти удивительные альбомы ничуть не меньше, чем очередь за блинами. Благодаря вот такой дружбе с депутатами они нас поддерживают, они нам выделяют средства на, ну, например, на звуковое оборудование, на мебель, вот стеллаж за моей спиной, он появился два месяца назад. Вот. Административный метод еще, да, предоставление помещения, читального зала для семинаров, конференций. Ну, то есть, почему нет? Почему не помочь администрации города и там предложить администрацию города свой зал? Ведь те люди, которые посещают библиотеку, но в режиме оффлайн мы делаем очень просто. Выходит библиотекарь и говорит, и говорит, господа, прошу вас записаться в читальный зал библиотеки имени Пушкина. И мы обязательно перед каждой такой, ну, встречей, семинаром, перед любым событием выхожу я или заведующий читальный зал и говорит, здравствуйте, дорогие друзья, мы рады вас видеть, поднимите руки, кто не был ни разу. Очень много рук. Мы говорим, да вы что? Да это же библиотека, она 110 лет стоит на этом месте, представляете, мы вас поздравляем, вы к нам пришли. Замечательный метод взаимодействия с пользователями. Листаем дальше. Ну, вот здесь на картинках, да, вот этот наш праздник Масленицы. И вот так постепенно за 8 лет вот такой целенаправленно выстроенной работы, ну да, это вездесущая Пушкинка, она вообще везде. А так и должно быть, я считаю. Вот это образ современного библиотекаря, потому что мы отталкиваемся всегда от книги и закалчиваем всегда книгой. Обязательно. Я быстро отвечу на вопросы. Как выглядит читательский билет в Сочи? В Москве это пластиковая карта. Господа, вы очевидно прослушали мое вступление. Москва и библиотеки, московские библиотеки, и библиотеки Сочи это два полюса пока еще. Поэтому у нас абсолютно бумажный документ. Наоборот обслуживание читателей у нас идет по традиционной карточке читательской. Вот мы записываем, храним, выдаем вручную, пишем. Все традиционно. Кому передать, приходит ли молодежь работать в библиотеку? Да, моя молодежь, вот она вот даже в одном лице здесь, иди сюда, молодежь, а то не поверят ведь на самом деле. А вот это у нас Екатерина Геннадьевна, она администрирует наши социальные сети. Всем здравствуйте. Да, вот, поэтому это с ней вы будете общаться, если будете писать в Facebook, одноклассники или Instagram. Записаться может не только житель Сочи, для иногородних, которых очень много, у нас залоговая система ведения библиотечной документации, то есть вы оставляете залог, сумма залога зависит от года издания книги, но в основном это 500 рублей, вы оставляете залог, пользуетесь книгой, когда вы ее возвращаете, вам в полном объеме возвращают залог. Но если вы с нашей книгой уехали в город Владивосток, то через три месяца ваш залог вам уже не вернется. У нас есть положение о залогах. Мы с вами путешествуем дальше, формы работы. Скажу вам как режиссер праздников, театрализованных представлений и обрядовых действий, все новое, хорошо забытое, старое, ничего нового я вам не скажу. Я примерно вам написала в презентации формы, которыми мы работаем. Превратить обыкновенный диспут, шикарная форма общения с читателями, тематического общения, я ее очень люблю, превратить в ток-шоу делать нечего. Определить проблему, определить противоборствующие стороны и в любой острый момент гасить номером художественной самодеятельности по теме. Вот вам и ток-шоу. Я его использую в течение 30 лет своей профессиональной деятельности. Очень удачная форма. Вы видите телевизионные ток-шоу, но они низкого уровня, низкопробные, но так как они используют рекламную паузу, в самом, скажем, пикантном моменте уходят на рекламу. Таким образом вы, как мудрый руководитель, я всегда говорю, я все равно громче всех в моих руках микрофона. Вы уходите на номер художественной самодеятельности по теме, и у вас будет ярко, красиво, содержательно. Акция, ну, то бишь, тот самый флешмоб. Легко, мы с вами про акции уже говорили, как форму работы. Эстафета, челлендж, да, ах, челлендж, ну, какой нафиг челлендж, эстафета, старая, забытая, творческая эстафета, литературная эстафета, поэтическая эстафета, любая другая. По содержанию, от того, что она называется флешмобом, содержанием, челленджем, она нисколько не меняется. Викторина, очень любимая нами форма работы. Если вы посмотрите в наших сетях, и вот в конце моей этой, в этом году квест-игра была «Добавим Пушкина в друзья» онлайн-викторина. Очень успешная была викторина. Она очень нас порадовала. Вот вам и форма работы в наше сегодняшнее время очень скромными средствами. Мы перешли с вами к замечательной теме. Ну вот полтора года мы живем онлайн. Не скажу, что эта жизнь нам очень нравится. Онлайн-деятельность как часть нашей работы, да, она, конечно, допустима. Она была даже вкусной, я вам скажу. Она была интересной. Но когда онлайн-деятельность это обязательная форма и единственно возможный канал общения с читателем это трудно, это сложно. Но тем не менее мы на эту дорогу вступили еще до, скажем, до этого трудного периода, до пандемии. Мы создали страницу в социальных сетях, пришла работать Катюша, мы приняли ее на работу и создали социальные сети и очень успешно. То есть к тому моменту, когда это был уже единственный единственно возможный выход существования и взаимодействия с читателем, у нас они уже были разработаны и они только развивались. Ютуб-канал, у библиотеки нет своего Ютуб-канала, Ютуб-канал ЦБС Сочи имеет и особенно удачные наши работы всегда выставляются на Ютубе. Сайт организации вы тоже найдете ЦБС Сочи и там в двух местах вы найдете рассказ о нашей библиотеке и в расписании в череде ежедневных мероприятий. А далее я понимаю, что уже время. Далее такая хитрая строка в моей презентации онлайн офлайн. Я вам скажу, что это такое. Это изобретение недавнее. Скажем так, это то, что идет в отчетность. Это формы наших мероприятий, наши книжные выставки, наши видеообзоры, наши тематические обзоры, медиапутешествия по книжной полке. Это все отправляется по договоренности со школами, с детскими развивающими центрами, с поэтическими клубами школьными. Это все отправляется им, а затем нам заполняется паспорт мероприятия, где указывается количество просмотревших это наше онлайн событие и расписывается учитель. Вот это наш документ, который подтверждает количество просмотревших это мероприятие. Отвечаю на вопрос, как выглядит читатель вашей библиотеки? Возраст, социальный статус, сколько человек в день? У каждого города есть свои, скажем, свое лицо и свои будни, и свои праздники. А если у всех библиотекарей России летний период, когда дети уходят в отпуск, некоторые затишья, то у нас наоборот. Читатели с числа отдыхающих, которые приезжают с вот таким списком классической литературы и привозят с собой внуков, это наш основной читатель летом. Читатель местный в основном в межсезонье, хотя с превращением города Сочи в курорт круглогодичный мы вот как-то сейчас такого спада не чувствуем. Я не скажу вам, сколько читателей ходит. Мы же сейчас ограничены ковидными мерами. мы можем из-за маленьких пространств мы не можем в своем фойе больше двух людей держать. Люди на лавочках ждут очередности и дистанция полтора метра. В общем, очень сложно. Библиотека оснащена технически. Да, у нас есть комплект звуковой аппаратуры. В этой презентации вы найдете то, чем мы пользуемся. Вот наши странички в социальных сетях. Вот чем мы работаем. В основном это личные смартфоны наших сотрудников. У Валерия Анатольевича личная видеокамера. Мы пользуемся бесплатными видеоредакторами. Вот вы их все видите. Ничего особенного. пожалуйста поподробнее как договариваетесь со школам. Им онлайн обзоры передаете с ссылкой на WhatsApp или как. По-разному. Договариваемся со школами. Ну, обычно договариваемся со школами в результате личного общения по телефону, без телефона идем в школу. Есть школы города Сочи, с которыми у нас давняя дружба творческая у библиотеки договариваемся. Пересылаем и WhatsApp и пересылаем электронной почтой. А если это видео тяжелое, то элементарно несем просто на флешке. Почему нет странички ВКонтакте? Ну, спасибо. Заведем. Наверное, ВКонтакте мы тоже нужны. У каждой социальной сети естественно свои особенности. Да, я еще хотела вам сказать о работе онлайн. Коллеги, пройдено, проверено на себе. Скажу, если вы просто выкладываете на страничку свои события, просто выложили и забыли, и через неделю выложили другое, ваша сеть медленно, но верно умрет. Обязательно должен быть сотрудник, который администрирует, взаимодействует, отвечает на комментарии. У каждой сети есть свои особенности. Ну, в одноклассниках, например, это открытки, подарки, фейсбуке, всевозможные гифки и всякие прочие дела. Так вот, наша Катя Екатерина Геннадьевна, она не просто администрирует эти сети, не просто выкладывает, проверяет ошибки, подставляет хэштеги. Нет. Она общается со своими подписчиками. Где взять таких сотрудников, как наша Катя? Да элементарно, они бродят с троем вокруг ваших библиотек. Общайтесь с молодежью, общайтесь, понимайте их, идите им на уступки. Если они учатся, сдвигайте им рамки рабочего дня, оформляйте это документально. Например, если она не может работать во вторую половину дня, а может только в первую, значит, идете к руководителю, объясняете, пишете докладную, служебную, добиваетесь, тогда этот человек, молодой человек будет работать в вашей библиотеке. Напрасно вы думаете, что это для нынешней молодежи мало привлекательны, ничего подобного. У нас с вами есть твердые выходные, есть оплачиваемый отпуск, оплачиваемый больничный, есть четкие рамки рабочего дня, и это немало, так как работает сейчас молодежь без трудоустройства, без социальных гарантий по 12-14 часов на минуточку. Библиотека для них не самое последнее место. Какие соцсети используем, вы найдете в презентации. Если надо с кем-то расстаться из штата, если человек является тормозом в вашей деятельности, если он живет позавчера в той еще стране, и получил образование тогда, и не хочет жить сегодня, этого сотрудника вашего, его можно только пожалеть, это социальная беда, это беда и боль нашего поколения, нашего государства. Это мы с вами, люди, которые выросли, воспитаны, сформировались, образованы в другой стране, а вынуждены жить и работать в этой стране. Сотрудника можно пожалеть, но на минуточку, если сотрудник не хочет расти, не хочет заглядывать за рамки своих жизненных проблем, если сейчас самообразовываться, да делать нечего, сейчас интернет нам предоставляет такие возможности, читай, впитывай, выливай во что-то, понимаете, Ну, понятно, что мы с вами идем в кадровых своих вопросах, я лично, я про себя говорю, мы идем от личных компетенций сотрудников. Ну, вот Валерий Анатольевич у нас фото, видео, ну, хорошо, он и занимается фото, видео, он библиографическое писание писать не умеет, у него другой функционал, причем он прописан в должностных инструкциях. Вот. И если, допустим, ну, сотрудница у нас, она бывший, скажем, работник, ну, в какой-то молодости, она работала на космодроме Байконур, и вся ее, все, что она делает, она такой глубоко патриотичный человек, и все, что связано с космосом, это ее полет. Да ради Бога, пусть она эту тему ведет, и выставки делает, и обзоры на эту тему делает, вот как бы от компетенции, естественно. Есть у меня сотрудница, которая каждый раз, когда у нас необходимость видео съемки, видео открытки, видео обзора, в библиотеке пахнет валерьянкой, потому что она бунтует, протестует и говорит, я вам не актриса вообще-то, вообще мне не нравится сниматься, вообще я уже в возрасте. Да, а кто сказал, что будет легко? Ну, вот такие сегодня требования времени. И понятно, что не каждый, не каждый из сотрудников, скажем, желает пойти и купить замечательный праздничный костюм, чтобы вот во время вот таких вот событий выглядеть элегантно и все прочее. Это нынче стоит недешево. Но тем не менее, а как? Ой, вот как-то так. 13.05. Значит, яркие события нашей библиотеки вот со ссылочками в нашей презентации. Ну, из последних событий я могу вам сказать, это, кстати, тоже еще один метод и форма работы библиотеки. Держите нос по ветру. Мы подружились с организаторами фестиваля Книжный Маяк Петербурга. После непродолжительного общения они нам предложили, а не хотите стать онлайн-площадкой нашего Книжного Маяка? Ну, как это не хотим? Конечно, хотим. Почему нет? И мы в режиме трансляции. То есть, вот прямо сегодня, сейчас мы стали площадкой фестиваля литературного, замечательного фестиваля Книжный Маяк Петербурга в Сочи. Вот, как бы, это из последних наших подвигов буквально на прошлой неделе. И это общение было очень интересным. И привлечение, то есть, вот этот образ, то есть, человек, работник культуры, это маяк. И мы выявили череду сочинских, поэтических, книжных маяков. Вот, ну, вот как-то так. Вот подробности нашей акции, читающей автобус. Ну, вот веселые картинки нашей деятельности, концертно-фронтовая бригада, это форма, которая родилась еще в тринадцатом году, и мы ее до сих пор используем. В юбилейный победный год концертно-фронтовой бригадой было дано более шестидесяти выступлений. Вот. То есть, ну, еще раз это накануне саммита Африка. И напрасно вы думаете, что гости города Сочи, которые, ну, событийный туризм сейчас развивается, да, вы думаете, они стройными рядами идут в библиотеку? Да не тут-то было. Все зависит от вас, от того, как вы улыбаетесь людям, насколько широко вы открываете свои двери, насколько у вас светло, чисто в ваших библиотеках, вот, от этого, собственно, все идет, и содержание потом притягивается само. Но это вот я в прошлом году путешествовала по библиотекам северо-западного административного округа Москвы. Заглядывайте в библиотеки, где бы вы ни были. Например, открытый фонд. В библиотеках Москвы нет закрытого книжного фонда. Вот когда я приехала оттуда, мы тоже раскрыли свои фонды. У нас нет закрытого фонда. Все в доступе для читателей. Вот. Ну, это Евразийский фестиваль Лифт. Тоже, вот вы скажете, а, ну да, это Сочи. Да на минуточку. Шли мимо организаторы фестиваля, просто отдыхали в Сочи. Окна библиотеки были раскрыты, и они услышали звуки фортепиана. Они зашли, говорят, а что у вас там? А у нас поэтический балкон, а можно зайти? Зашли. Ну, они ушли отсюда часа через четыре, и на следующий день в девять утра они были в администрации города Сочи с просьбой сделать библиотеку имени Кушкина площадкой литературного фестиваля. Это платный фестиваль, это не государственный. Вот. Но тем не менее, это был такой полет, я вам скажу. Ну, вот здесь вы видите представителей Австрии, Армении, Кемерово, Тюмени. Ну, то есть, все зависит от нас с вами, от того света. Ну, вот здесь, вот смотрите, Казахстан, Белоруссия, Австрия. все зависит от нас с вами. Улыбайтесь людям, как бы нам сложно ни жилось. Работник культуры всегда получал зарплату в основном аплодисментами. Ну, было когда-то, когда киномеханикам носили сметану и сало борзыми щенками, да? Вот. Но ведь есть же еще такие вещи, как профессиональные самолюбие, профессиональная ответственность, гордость. Ну, да минуточку, задержала, это обидно. Спасибо. Дорогие коллеги, спасибо вам за внимание. Будете в Сочи, заглядывайте в нашу маленькую библиотеку. Я не скажу, что вы увидите здесь какие-то ноу-хау. Но то, что вам будут рады однозначно. Спасибо. 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 Спасибо.